всем привет земляне сегодня я направляюсь на один из местных рынков почему на один из местных я вот так назвал потому что на этом самом рынке делают свои покупки именно местные жители и сейчас мы именно туда и направляемся просто очень интересно посмотреть какие же все-таки цены там тем более вы мне писали что в севастополе цены намного дешевле чем ялта но вот как раз мы сейчас это и посмотрим друзья не переключайтесь я думаю будет интересно нахожусь я сейчас на площади восставших сзади меня больница и мы сейчас будем переходить дорогу и вот он он рынок чайковский как раз находится на стадионе на бывшем стадионе движута тут конечно нормально ориентир управления мвд по городу севастополь в общем вы не ошибетесь тут как раз гостиница крым и вот он собственно говоря мы входим в рынок еще раз повторюсь здесь делают покупки только местных жителей ну может еще и приезжие если кто знает этот рынок овощи фрукты сразу смотрим помидоры красные 135 в общем не буду комментировать смотрите сами какие здесь цены вот так клубника 230 у нас по 260 по 270 в общем идем дальше на рынке этом первый раз сейчас будем смотреть где мясо вот мясо заходим курица 220 броллер 170 фили индея 370 это я так понял отбивная без кости 310 360 как бы так не знаю в чем дешевле севастополь чем ялта практически цены такие же может плюс-минус 10 20 рублей редис 175 петрушка 20 в общем друзья вот такие вот цены вот клубника 260 огурец 200 а в какую цену лук 40 спасибо они все 110 до отборные до 110 отборные до 110 я понял спасибо голубика 240 в какую цену молодая картошка интересно такой рыночек до выходит до но до 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 очень друзья на рынке есть все как говорится от мала до велика так надо теперь найти мясной рынок мясной и рыбный если здесь они есть но в принципе мясо вы видели почем отбивная 310 шея 360 в принципе 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 цены как c я бы не сказал что здесь дешевле или дороже гранат кстати я проходил гранат стоит цена его 150 рублей это к тому что у нас гранат 200 и вот сами теперь смотрите где дешевле вот мясной павильон все так аккуратненько сделано грудинка 330 мякоть говядины 500 да хорошая говядинка филе 270 и 4 170 кто ребятки писал мне что в севастополе цены намного дешевле чем ялте вот вам пожалуйста вот такие вот цены не думаю что в одном месте дешевле в другом дороже нет есть конечно разница но и я же говорю она незначительно как-то так надо сейчас узнать если здесь я рыбный рынок и зайти еще посмотреть рыбу кстати недавно видать если видели у меня на ролике в магазине карп стоил 349 такие вот цены друзья но мы продолжаем гулять идем дальше в общем мы направляемся на центральный рынок и сделаем обзор цен непосредственно уже там кстати ребята никак вам не расскажу цены на жилье жилье здесь очень дорогое цена пока сейчас не сезон комнату я снимаюсь за 1300 студия хорошая комната мне понравилось ну вы этот ролик уже сто процентов посмотрите ну а сезон сезон цены здесь будут просто кусаться я недавно общался друзьями которые здесь живут и к ним приезжают гости говорит еле нашли говорит за 8 это говорит уторговались на каждом шагу есть такие самокаты которые можно взять на прокат кстати троллейбусы практически все оснащены вайфаем зарядками кондиционерами огонь ребята огонь вы представьте троллейбусы оснащены конечно это в диковинку здесь практически весь городской транспорт налажен именно под комфорт для людей смотрите какой собор интересный красивый я его еще кстати не знаю пару дней назад приметил когда мы вечером здесь проезжали думаю надо обязательно здесь пройтись и вам его показать не город могу сказать интересные старые строения такие там где я снимаю комнату там такого нет там новый район а здесь конечно класс такой вид дочеку очень интересный город но на этом мы не будем заканчивать наши экскурсии путешествия по городу у нас еще ждет куча всего самого интересного но вы как говорится не переключайтесь жмите лайк и подписывайтесь мой канал друзья свернул на комсомольский парк и сейчас мы по нему прогуляемся тут очень смотрите тут очень много разных детских аттракционов она все по виду все новое но по крайней мере за ним следят дорожки прорезиненные лавочки фонтан в общем я так понимаю это парк чисто для детей ну и для родителей не можно просто от городской суеты просто посидеть и отдохнуть смотрите тут такие вот лабиринты но честно мне в диковинку у нас такого нет нам нужно тоже такое взять как говорится на заметку гуляете отдыхайте ну а вот здесь уже идут аттракционы платные очень интересный парк много зелени травы ну я бы сказал очень хорошие я просто не мог сюда не зайти иду на центральный рынок и вот решил спуститься сюда посмотреть в общем ребятки небольшой такой обзор на парк комсомольский кто будет в севастополе пожалуйста посетите дети ваши будут довольны его очень легко можно найти на карте и посмотреть маршрут кстати очень хорошая есть приложение умный маршрут я его установил и проблем в севастополе я теперь не испытываю в общем рекомендую мне посоветовали и все и я теперь советую вам кстати друзья посмотрите какой каштан уже он буквально еще недельку и будет свистеть ну и мы прошли с вами через комсомольский парк парк для детей и вот непосредственно уже перед нами открывается центральный рынок кто же тот такой небольшой скверик в общем вы не заблудитесь я имею ввиду по поводу детского этого парк кстати здесь очень много таких скверов парков которые просто нереально обойти я имею ввиду по времени каждом районе я не знаю их десятки наверное этих парков этих скверов ну класс класс севастополь конечно преобладает преимуществом с ялтой здесь много набережных много разных интересных мест очень много исторических достопримечательностей но ялта что ялта просто одна набережная горы и петри ну в общем как бы севастополь мне зашел не ялта хороша не не спорю но здесь утром встал и поздно вечером пришел вот друзья центральный рынок и мы сейчас посмотрим какие все таки цены здесь людей не сильно много сегодня будний день нас интересует все что касается продуктов питания молоко и мясо гранаты 250 здесь уже друзья гранаты 250 попадаешь на рынок и этот запах стоит пряный запах рынка какой он красивый пойдем сейчас по центральным управляемся апельсины 150 мандарины 200 в общем смотрите здрасте какая клубника а в какую цену клубника елизавета это пока я не почем я сказал в какую цену а вот эта меленькая а голубика это судочек а за килограмм понятно спасибо пойдем дальше покупатели будут только ролик выйдет как это правильно люди начнут смотреть и будут приезжать сейчас сезон начнется и все и пойдет идем дальше картошка молодая 200 пойдем сюда кстати тут я заметил нет цены на клубнику нет цены на некоторые товары приходится спрашивать яблоки голден 150 а ред сколько 150 до фуджи 170 кстати хорошие яблоки фуджи и больше всего обожаю картошка молодая 250 250 киви в какую цену клубника картошка старая есть по 50 спасибо а скажите где рыбный рынок а спасибо курага 500 сейчас зайдем на рыбный еще рынок ну цены я вам могу сказать конечно подороже чем на чайковском в общем сравните садь вот он стеклянный павильон и зайдем посмотрим почем нынче там цены а а а а а а а прост а а а а а а а а а калкан вот здесь уже на 50 рублей дороже а но все равно дешевле чем в ялте и вот посчитайте на каждом товаре на каждом продукте 150 там 200 рублей и уже смотришь а у вас хорошая идет экономия так что ребятки вот такие вот у нас обзоры в разных городах на разных рынках это вам для сравнения но а выбирать уже где вы будете скопляться именно в банк наверное надо мне еще найти не подскажете где мясной рынок туда и по месту спасибо сейчас мы еще зайдем на мясной рынок и уже тогда конкретно мы определимся вот он мясо-молочный павильон то в принципе если и заблудитесь можно будет спросить кто торгует и вам обязательно подскажет здравствуйте в какую цену сало? 400 а мякоть какую цену говядинка? 600 спасибо сейчас зайдем посмотрим какую цену отбивная? а шея да а шея о дешевле дешевле однозначно спасибо погуляем а в какую цену молоко? 7000 спасибо а сметана? 250 я имею ввиду масло 700 спасибо большое а дворожок? 250 спасибо приятного аппетита спасибо 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 пойдем в курицу посмотрим. Здравствуйте. Какую цену? 300. А кролик? 500. А куропатка? Это табак цыплятый. А, табак 300, да? 30 килограмм, это почти, но не килограмм. 580. Спасибо большое. В какую цену уточка? Или это будь? Утка? А вот это курица-броллер. Просто для туристов. Снимаю? Обзор. А что, не нужно? А, это запрещено. А я вас не снимаю. А я вас не снимаю. Куда? На товар. Я вас не снимаю, девушки. Вот такие вот, ребята, продавцы, которые... Не, я же говорю, не все, которым не нравится, когда их снимают. Ну, да ладно. Возмущаются. Ну, а мы идем дальше. У нас еще предстоит много чего. И не будем на это обращать внимание. На каждом рынке, в каждом городе есть более... Менее адекватные продавцы. А есть, конечно, те, которые против. Все, друзья. Сейчас мы подведем итоги. Цены вы слышали. На продукты, на... Все самое необходимое для того, чтобы, как бы, существовать, отдыхать и жить в этом городе. Посмотрели, какие цены на центральном рынке. Выводы делать вам. Вам делать еще и выбор, где совершать покупки. По поводу рынка я могу сказать одно, что выбор большой, ассортимент очень большой. В общем, есть все. Есть все. Главное, чтобы у вас были деньги. По поводу вот этих замечаний, что вы снимаете, для чего вы это делаете. В принципе, я уже привык. И уже на такое внимание я не обращаю. Может, просто у девушек было плохое утро. Доброе, недоброе утро. Не знаю. В общем, вы знаете, что делать. Лайки ставьте на канал, подписывайтесь. И оставляйте свои комментарии, что вы вообще реально думаете по поводу всех этих цен. И по поводу этих двух рынков. Все, друзья. Всем пока-пока.